Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня стало известно, что президент страны освободил от должности двух силовиков края. Так, Олег Тарубаров больше не возглавляет Алтайскую полицию. Он назначен министром внутренних дел Республики Крым. Начальником МВД в регионе назначен генерал-майор Андрей Подолян. До этого он работал в Волгоградской области. Поменялся руководитель ИУ Следственного комитета. Экс-начальник Краевого СУСКа Евгений Долголев возглавит управление по Хабаровскому краю. На его место назначен Андрей Хвостов из Новосибирска. Надежды не оправдались. Накануне в индустриальном районном суде Барнаула прошло очередное заседание по делу Марии Матузной, обвиняемой в экстремизме за размещенные в интернете картинки мемы. Ожидалось, что на этот раз допрос от двух девушек, на заявление которых во многом основано обвинение. Допрос прошел, но без журналистов. Подробнее Илья Кочетков. Стоит отметить, что ряды группы поддержки Марии Матузной сильно поредели. Неизменным осталось лишь число журналистов. Тем более, что суд до сих пор проходил максимально открыто. Однако на сей раз первое, что сделала сторона обвинения, это представило ходатайство от свидетелей. Сотрудника полиции, а также двух девушек Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко. Они попросили суд провести допрос в закрытом режиме. Причем девушки заявили, их жизнь в опасности. Судья зачитал их ходатайство. В адрес, а также в адрес моих родственников поступают угрозы в социальных сетях по телефону. Данными действиями Матузна пытается оказать на меня, как свидетельство, давление со своей изменением их показаний. Несмотря на протесты стороны защиты, суд решил ходатайство удовлетворить. После чего зрители и прессу попросили из зала удалиться. После более чем часового ожидания Матузна и ее адвокат наконец вышли к журналистам. По мнению защитника Романа Ажмегова, доказательств того, что Матузная угрожала, свидетельницам предоставлено не было. Кроме того, по его словам, само ходатайство было представлено с нарушениями. Прокуратура представила данное заявление, то есть как бы они самостоятельно эти люди представили. То есть более того, напечатанное, то есть возникает вопрос. И более того, нам не дали с ними даже знакомиться. То есть суд взял, прочитал, ушел в совещательную. Сама Мария уверяет, никаких угроз с ее стороны свидетелям не поступало. То, как свидетельницы выступали, тоже выглядело, по ее мнению, странно. Они отказывались отвечать на вопросы, которые мы им задавали касаемо религии, что для них верующий человек, куда, в какую церковь они ходят, прочие. Они отказывались, судья во всем их поддерживал. Ожидается, что на следующем заседании, которое состоится 11 сентября, будут допрошены оставшиеся трое свидетелей. Будет ли это заседание объявлено закрытым, пока неизвестно. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости. Почему в крае не хватает лекарств? В чем причина низкого качества оказания медицинских услуг? И зачем в Барнаул приедет Дмитрий Губерниев? Об этих и других новостях далее. В традиционном обзоре страниц изданий «Сибирская медиагруппа». Жители Алтайского края стали чаще жаловаться на нехватку лекарств. Руководитель краевой службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Владимир Трешутин заявил, что Алтай в свое время был лучшим по системе обеспечения доступности и качества медицины и долго занимал 20-е место. А за последние два года скатился на 45-е. Проблему руководитель видит в общей системе организации лекарственного обеспечения. В идеале врач должен выписывать рецепт лишь после того, как удостоверится в его наличии прикрепленной к медорганизации аптеки. У нас в крае такой системы нет, говорит Трешутин. Полный материал на эту тему читайте на сайте Политсибру. Школы Наукограда попали в список учреждений с необъективными результатами всероссийских проверочных работ, пишет бийский рабочий со ссылкой на Рособорнадзор. Подозрительными ведомство назвало те школы, результаты проверки в которых были завышены. Всего в списке 51 школа края. Одна в Барнауле, три в Бийске, по одной в Славгороде Игровом и еще 45 в Сюмах. Дмитрий Губерниев выступит в качестве комментатора международного турнира «Погребли на байдарках» и «Каноэ» в Барнауле. Соревнования пройдут 21 и 22 сентября. Об этом сообщает КП на Алтае. Когда выбирали место проведения международного турнира, соперником Барнаула были каналы Китая, Канады, Венгрии. Но Алтай победил. Здесь соберутся самые титулованные спортсмены из 23 стран. Но комментировать все это событие будет Дмитрий Губерниев. Евгения Даровская. Наши новости. Рыбаки устроили стрельбу по своим конкурентам. Сотрудники линейной полиции задержали троих жителей Новоалтайска. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили несколько выстрелов по людям, которые сплавлялись на лодке по Аби. У одного из пострадавших была повреждена мочка уха, другой получил ранение в грудь. Как удалось выяснить полицейским, причиной конфликта стали рыболовные сети конкурентов, установленные в рыбном месте. Возбуждено уголовное дело в отношении стрелка. Статья предусматривает лишение свободы до 5 лет и штраф до 100 тысяч рублей. Раньше срока барнаульские дендрария откроют уже 1 сентября. Напомним, уголок природы не мог принимать гостей из-за последствий разрушительного урагана, который обрушился на краевую столицу в июне. От стихии тогда пострадало около 300 ценнейших растений дендропарка. Половина из них навсегда уничтожена. Сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей. Изначально планировалось, что на все восстановительные работы уйдет год. На это время и хотели закрыть парк. Но благодаря сотрудникам учреждения, волонтерам и спасателям, которые на протяжении двух месяцев разгребали завалы, открыть часть зеленого уголка получится раньше срока. Принимать гостей дендрарий начнет уже 1 сентября. Мы подготовили верхнюю часть, которая меньше всего пострадала. Это как бы если брать маршрут, то как раз вот как идти к беседке вдоль Аби, не спускаясь к прудам. А нижняя часть для посещений пока будет закрыта. Там еще продолжаются восстановительные работы. Когда дендрарий заработает в полную силу, узнаете в ближайших выпусках наших новостей. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с 3 лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края ясно и без осадков. В Тольменке, Рубцовске, Камни, Наби – 18 выше 0. 20 в Олейске и Заринске, в Бийске – 21 со знаком «плюс». В Барнауле ясно, ветер северноумеренный и до 21 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова